Новые факты в громком и запутанном деле. В Самаре избрали меру пресечения Алексею Рискову, подозреваемому в убийстве Екатерины Пузиковой. 22 новых троллейбуса для жителей областного центра. Ключи от новых машин вручили сотрудникам ТТУ губернатора региона Дмитрия Азаров и глава города Елена Лапушкина. До 3 миллиардов рублей на перевооружение теплотрасс. Самара продолжает готовиться к отопительному сезону, на каких объектах идут работы. В Самарском районном суде сегодня вскрылись новые подробности убийства бывшей жены отравленного банкира Дмитрия Пузикова. Главный подозреваемый Алексей Рисков полностью признал свою вину и сейчас находится под следствием. Новые факты в запутанном деле изучил Михаил Ермоленко. В Самарском районном суде вынесли меру пресечения главному подозреваемому в убийстве Екатерины Пузиковой-Сакирской, экс-супруге отравленного в 2012 году банкира Дмитрия Пузикова. Перед судом предстал Алексей Рисков, бывший возлюбленный Екатерины, который признал вину в убийстве девушки. Мерой пресечения стал арест до 3 сентября. В настоящее время судом по ходатайству следователя ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Проводится комплекс следственных действий на правильном установлении всех обстоятельств произошедшего. В суде Рисков рассказал, как началась ссора между ним и покойной Пузиковой. Главным мотивом, по его словам, стал денежный долг, который когда-то он помог вернуть убитой. Словесный конфликт быстро перерос в драку. Екатерина взяла нож и попыталась ударить Рискова, а он поспешил ответить тем же. Схватил кухонный топор и нанес два мощных удара. Сначала по ноге, затем по голове. После чего проверил пульс. И когда осознал, что сердце девушки не бьется, немедленно покинул квартиру. Несмотря на признательные показания, все не так однозначно, утверждает адвокат Рискова Александр Пименов. И добавляет, подзащитный путается в показаниях из-за того, что он находится в состоянии аффекта. Тем более, что спиртными напитками он не злоупотреблял, а наркотики не принимал совсем, продолжает защитник. А вот потеря любимого человека вполне могла спровоцировать у Рискова расстройство психики. Для меня, понятно одно, умышленного убийства не было. Да, он был в квартире, да, он с ней подрался, да, он ее ударил, он об этом говорит. Но послужил ли именно этот удар причиной смерти, или все-таки это какая-то старая причина, и вот они совмещены получились, то здесь трудно сказать. То есть он не хотел ее убивать. Это было ссорно. По материалам следствия, шум в квартире Екатерины услышала одна из соседок. На какое-то время он прекратился после того, как выясняющие отношения пари сделали замечание. Затишье и стало поводом не вызывать полицию. Кто знает, как могли бы сложиться обстоятельства, если бы на место все-таки прибыли правоохранители. Сейчас Алексей Рисков арестован до 3 сентября, и следствию еще предстоит собрать все необходимые улики и составить полную картину произошедшего. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 196 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 68 758 человек. Такие данные во вторник опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 180 пациентов. Всего из больниц выписались 65 508 человек. Время на подготовку меньше месяца. В Самарской области с 1 августа планируют внедрить паспорта коллективного иммунитета для предприятий. Их получат организации, где вакцинированная или переболела коронавирусом более 60% сотрудников. Такие меры обсудили на заседании Оперштаба по борьбе с COVID-19. Губернатор Дмитрий Азаров поручил ознакомить с новой системой максимальное количество бизнес-структур. Все подробности в сюжете. Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Самарском регионе остается напряженной. Чаще всего заболевают жители в возрасте от 18 до 49 лет. Отмечают в региональном Роспотребнадзоре. Увеличилась доля заболевших среди работников промышленных предприятий, транспорта, офисов, а также сфер ЖКХ, общественного питания, торговли и услуг. Ужесточение ограничительных мер в регионе обсудили на заседании областного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. У нас на сегодняшний день уже там даже есть проект постановления, подготовленный, да, о введении там ряда ограничений, в том числе там часть ограничений пересекается с теми, которые в Москве реализованы. Но решение пока не принимается только по одной причине, что мы еще не использовали весь потенциал по добровольной вакцинации. Мы должны продолжать, конечно, людей убеждать. Тем не менее, в Самарской области начали готовиться к введению паспортов коллективного иммунитета. Их получат предприятия, где вакцинировано или переболело более 60% персонала. Сертификат будет выдаваться на три месяца и позволит компаниям работать при возможном введении дополнительных ограничительных мер. Пилотные компании, две ресторанные структуры, крупные спа-отели и один ритейлер уже опробовали систему в тестовом режиме и внесли свои предложения по совершенствованию платформы. На этой неделе запланировано общение в среда-четверг рестораторы плюс сфера торговли, включая малоформатку. Глава региона Дмитрий Азаров поручил обсудить алгоритм работы с максимальным числом бизнес-структур. Мы здесь никаких сюрпризов ни для жителей региона, ни для бизнеса не должны подготовить. Мы должны заранее все вместе обсудить, рассказывать, как это будет работать, чтобы бизнес тоже настраивался заранее. При этом, конечно, рассказывали, какие есть альтернативы. Альтернативы, они понятные, локдаун. Когда мы выбираем между этой ответственностью бизнеса и закрытием, выбор очевидный. На подготовку у бизнеса меньше месяца. Система коллективных паспортов может заработать 1 августа. Учитывая эпидемиологическую обстановку как в России и в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате. Больница региона на Готове в 17 медучреждениях для лечения COVID-19 развернуто 3010 коек, четверть свободны. Дополнительно есть возможности ввести еще 300 коек в Тольяттинской горбольнице номер 1 и 250 в Самарской городской больнице номер 8. Прививку от коронавируса, которая поможет сформировать иммунитет, можно сделать в 168 пунктах. С момента начала прививочной кампании в Самарскую область поступило более 630 тысяч доз вакцины. Светлана Кудрявцева, События. В Самарской области отмечается увеличение темпов вакцинации. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 580 тысяч человек. И свыше 430 тысяч жителей региона полностью завершили процедуру. По темпам вакцинации в лидеры вышли Шанталинский, Соклинский, Камышлинский, Хворостянский районы. Десятки процедурных кабинетов работают по всей области. Кроме того, действуют круглосуточные кабинеты, а также мобильные пункты вакцинации. Один из них сегодня работал в Сызрани. Подробности у Гульфии Сафиной. Захватить с собой СНИЛС, паспорт и медицинский полис, пройти несложный опрос и выделить не более пяти минут на процедуру. Мобильный пункт вакцинации в Сызрани сегодня развернулся вблизи здания налоговой инспекции. За день бригада медиков успевает вакцинировать до 200 человек. Вакцина хранится в специальном холодильнике согласно всем правилам и требованиям. Сделать прививку может каждый желающий. Редко бывает, что противовказания были. Это какие-то онкологические заболевания в стадии обострения или же какие-то яркие аллергические реакции. Проверяем артериальное давление, сатурацию, насыщение кровяного русла кислородом, что было в норме. Также температуру. Опрашиваем больного на наличие сопутствующих хронических заболеваний. Каждый день мобильный пункт вакцинации останавливается в местах наибольшей проходимости, возле торговых центров. Этот, например, еще вчера работал рядом со зданием Сызранской администрации. Если для прохождения вакцинации в поликлинике нужно предварительно записаться через госуслуги, сюда можно прийти без всякой записи. Очень удобно, без отрыва от работы. Мы вышли буквально на полчаса, минут на 15 и все сделали нам. Об этом нам сказали на работе, организовали все для всех. Очень удобно было. Но я не хочу, чтобы болели мои родственники, с которыми я собираюсь общаться. Поэтому решила сделать прививку. Здесь же можно получить и второй компонент вакцины. Если же человек пришел на прививку впервые, вакцинироваться повторно он сможет не только в мобильном комплексе, но и в поликлинике по месту жительства. Мульфия Сафина, События. За первые пять дней со дня старта акции «Самара Я привит» свое желание принять участие в розыгрыше ценных призов изъявили уже более тысячи горожан. Напомню, среди участников акции, которая проводится с 1 по 25 июля, будут разыграны телевизор, ноутбук, смартфоны, билеты на футбол, театр и музей. Принять участие в акции могут самарцы от 18 лет и старше, проживающие на территории города и привившиеся с 1 по 25 июля вторым компонентом вакцины от коронавируса. Зарегистрироваться необходимо на сайте samarayaprivit.rf В Самаре обновился подвижной состав ТТУ. В распоряжении управления теперь 22 новых, оснащенных по самым современным стандартам троллейбуса. Город получил новый транспорт благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Ключи от новых машин вручили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. С какими эмоциями водители ждут первых рейсов, узнала наша съемочная группа. Галина Алмаева уже более 12 лет работает водителем троллейбуса. За это время ездила по разным городским маршрутам и хорошо изучила город. Водила разные модели, от самых простых до более совершенных. Теперь изучает новый троллейбус, который ей доверили водить. Конечно, есть волнение. Вчера, когда пробовали, перегоняли, то есть ночью все это, волновались. Но когда второй рейс ехали, уже гораздо смелее. И я так думаю, что да, на линии уже как-то хочется посмотреть удивление пассажиров. Всего в автопарке ТТУ появились 22 новых троллейбуса. Их приобрели на средства нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ключи от них водителям вручали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, а также депутат Госдумы Леонид Симонорский. Я рассчитываю, что ваш профессионализм, ваше ответственное отношение к делу, ваше желание и умение создать комфортную атмосферу в общественном транспорте, конечно, будет нам тоже очень помогать. Потому что от вас во многом зависит увеличение пассажиропотока. Я хочу всем нам пожелать, чтобы наш общественный транспорт работал ритмично, чтобы жители нашего города всегда вовремя приезжали в те места, где и ждут, где они необходимы. А вам я хочу пожелать, конечно, здоровья, конечно, удобства в работе. После торжественной церемонии почетные гости осмотрели новый транспорт, познакомились с его функционалом и затем проехали несколько остановок, чтобы оценить комфорт непосредственно в дороге. Ну а с технической начинкой новых троллейбусов также ознакомились наши корреспонденты. Современные машины оснастили USB-сплит-системой и камерами видеонаблюдения. Чем отличаются новые модели от привычных кузнечиков, узнала Мария Левина. Сергей Кирюшкин за рулем троллейбуса уже 16 лет, но сегодня, управляя большой машиной, чувствует себя необычно. Все дело в том, что в Самару пришли 22 современных троллейбуса. За рулем одного из них оказался Сергей. Все удобно, все под рукой, как бы роль регулируется пневматически, сидение тоже пневматическое, все это с подогревом, все здесь, никуда, в общем, не надо не отвлекаться, ничего, все рядом, все видно. Здесь 9 камер показывают, только приемники, весь салон, правый борт, переднюю часть троллейбуса и заднюю, естественно, меня. Здесь спидометр, рабочее давление, напряжение в контактной сети, заряд аккумуляторов, сколько воздуха в системе. Такие троллейбусы могут двигаться по обесточенному участку до полутора километров, что позволит быстрее регулировать аварийные ситуации, перегоняя машину на ремонт, а не оставляя на дороге. Передвижные составы не имеют аналогов на отечественном рынке. В данной модели применяется все, что обеспечивает максимальный комфорт и безопасность пассажиров, видеоконтроль посадки-высадки, мониторинг дорожной ситуации, просторные накопительные площадки, эргономичный светлый салон, новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов, современные системы климат-контроля. В данном троллейбусе применены новые стандарты для безопасности пассажиров, пассажиров с детьми, также для их удобства расположены такие обидные сидения. В салоне предусмотрены 4 зарядки USB. Троллейбус вмещает 96 человек, предусмотрено 33 сидячих места. Максимальная скорость 70 километров в час. Это для всего управления очень радостное событие. Мы ждали этого момента более пяти лет. Не было поступления нового подвижного состава. Ну и наконец-то сбылось то, о чем мы мечтали. В ближайшее время оценить комфорт в новых салонах смогут и сами самарцы. Троллейбус выйдет на линию уже на этой неделе и будет курсировать по четвертому маршруту. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Отключение холодного водоснабжения планируется в Красноглинском районе в ночь со вторника на среду. Об этом сегодня на еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства сообщил первый вице-мэр Владимир Василенко. Ограничение подачи холодной воды в поселке Управленческом плановое. Связано оно с подключением двух водоводов в рамках федерального проекта «Чистая вода». На время отключения жителям предоставят бойлеры с водой. Их подвезут по адресам Зеленая 3, Крайняя 17 и Сергей Лазо 46А. Подачу холодной воды возобновят через сутки. Будет ограничение по воде с выставлением бойлеров до 17 часов. То есть с 07 до 17 часов будет ограничено по холодной воде. Вот это очень серьезный вопрос, где будем на жестком контроле и выполним все переключения в сроке. Еще один не менее актуальный вопрос этой недели – подготовка теплотрасс к отопительному сезону. В этом году в городе планируют перевооружить 57 объектов. Инвестиции на эти цели впервые удалось увеличить почти до 3 миллиардов рублей. Работы на отдельных участках находятся в высокой степени готовности. На новых отрезках сетей подрядчики также приступили к обновлению. Это проспект Ленин от Челюскинцев до Осипенко, улица Полевая от Молодогвардейской до Новосадовой, Ленинская от Льва Толстого до Некрасовской и Некрасовской от Ленинской до Самарской, а также квартал по улице Пензенской в границах Владимирской и Урицкого. В течение пары недель начнутся работы по перекладке труб еще на трех участках, расположенных по улице Нововокзальной. Работы идут в штатном режиме. Своё 85-летие отметила российская госавтоинспекция. Служба была образована в 1936 году. Сегодня ГИБДД – одна из самых заметных и многочисленных служб в системе органов внутренних дел. Как поздравляли людей, обеспечивающих безопасность на дорогах, расскажет наш корреспондент. В честь юбилейной даты в ДК железнодорожников наградили лучших сотрудников ГИБДД со всего региона. Поздравить людей, обеспечивающих безопасность на дорогах, приехали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава города Елена Лапушкина и областные власти. Я хотел бы сегодня, зная реальное состояние дела, ваш вклад в защиту жизни и здоровья людей, искренне вас поблагодарить за вашу службу, поблагодарить за совместную работу по предупреждению о военных ситуациях. Мы сегодня, в досекущую дату, если говорить по исполнению ремонтных дорожных работ, мы являемся по нацпроекту лидерами встанем. Это благодаря тому, что мы вместе с вами и по аварийным участкам, и перекресткам заранее, заблаговременно, на основе глубокого анализа ситуации принимаем проектные решения, о том, воплощая их в жизнь опережающих. Я в числе многих сотрудников, которые сегодня удостоились чести получить награду за хорошие показатели в служебной деятельности. Любой гражданин, уже несмотря даже не говоря уже о профессионалах, сотрудниках Государственной инспекции безопасности дорожного движения, он видит, как меняется наша жизнь, какой становится дорога, какое количество транспортных средств на ней. Ну и соответственно, мы не можем не заметить, что и улучшается инфраструктура дорожная. Несмотря на возраст, инспекция становится моложе, а техническое оснащение – современней. Сегодня мы несете службу на контрактальных машинах. Мы создали мото-взвод, но в стране немногие субъеки могут быть к этим припрохвастаны. Результаты труда сотрудников Госавтоинспекции заметны каждому. На протяжении более чем 10 лет мы ежегодно снижаем показатель аварийности на дорогах Самарской области. Так если, допустим, по итогам 2012 года у нас было более 700 человек погибших именно в регионе, то по итогам, соответственно, допустим, 2020 года уже 300. Госавтоинспекция Самарской области была и остается самым мобильным подразделением. Но неизменной остается цель – контроль за безопасным движением по дорогам региона для сохранения жизни людей. Гульфия Сафина, Ольга Хомаракулова, Николай Епифанов, События. Далее вас ждут новости экономики. Мария Левина уже в студии. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Правда ли, что к 2024 году минимальная страховая пенсия станет выше 20 тысяч рублей? Да, но и количество получателей по прогнозам сократится. Об этом я расскажу дальше, а сейчас о курсах валют. Официальный курс доллара на 6 июля – 73 рубля 31 копейка. Евро – 86 рублей 97 копеек. Нефть марки Brent стоит 77 долларов 67 центов за баррель. ПФР сообщил о росте пенсии выше 20 тысяч рублей в 2024 году. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 тысяч 447 рублей, в 2023 году 19 тысяч 399 рублей, в 2024 году 20 тысяч 388 рублей. Получать страховые пенсии по старости в 2022 году будут более 39 миллионов человек, а к 2024 году это число сократится до 38 миллионов 860 тысяч человек. Индекс Мосбиржи превысил 3900 пунктов и обновил исторический максимум. Он закрылся на рекордных значениях еще накануне на фоне роста цен на нефть. Как отмечают эксперты, индекс подтолкнул вверх и дорожающие металлы. Индекс Мосбиржи служит для сравнительной оценки капитализации российского фондового рынка. Она рассчитывается на основе акций четырех десятков крупнейших компаний. Электронная торговая площадка планирует организовать коллаборацию малых и средних предприятий с крупными компаниями для реализации проектов. По словам финансистов, это позволит перестроить систему взаимоотношений заказчиков и поставщиков. Как сообщил генеральный директор электронной торговой площадки Владимир Лишенков, цитата, «существует пласт коммерческого сектора, где малому бизнесу можно развернуться. Например, большинство комплектующих либо закупаются у крупных предприятий, либо ввозятся из-за границы. При этом малый бизнес готов перестроить свое оборудование, чтобы обеспечить изготовление, а затем поставку не уступающих по качеству отечественных комплектующих. Сложность в том, что сейчас такого инструмента, который даст возможность нашим предпринимателям взаимодействовать друг с другом, в стране нет. Поэтому мы начали его создание». Материнский капитал на первого ребенка в 2022 году составит 503 тысячи рублей, а в 2024 вырастет до 544 тысяч рублей. Проект бюджета представил Пенсионный фонд России. При рождении второго ребенка планируют предоставлять 665 тысяч рублей. В 2022 году сумма будет постоянно индексироваться и к 2024 году она увеличится до 691 тысячи рублей. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Крепкий брак у людей одной профессии возможен. Доказательство этому героя нашего следующего сюжета. Их сердца соединила служба в органах внутренних дел. О рецептах счастья в преддверии дня семьи, любви и верности расскажет Ольга Хомракулова. Взаимопонимание, уважение и щепотка разговоров об общем деле. Таков рецепт счастья семьи Митрофановых. Ведь именно служба в органах внутренних дел соединила их сердца. Познакомились мы на службе. У меня супруга работает в 6-м взводе, это кавалеристы. Их на зиму, получается, уселяли. И с нами работали. То есть на улице патрулировали город. На улице города Самара. И работали вместе в одном автопатруле, были напарниками. Взаимопонимание полное. Если он отсутствует дома, я понимаю, где он, что он, что с ним. Ожидаем. Детей у нас вот пока. Вот тут находится маленький. Будет Александр. Родиться, кстати, срок поставили 2 сентября. Прямо на день. День патрульно-постовой службы. И таких семей в погонах с каждым годом становится все больше. Поэтому поздравления от городского управления внутренних дел и общественного совета при МВД России стали доброй традицией. К тому же есть и повод. Грядет день семьи, любви и верности. Что касается сотрудников МВД, то здесь мы все знаем специфика работы такая, что ненормированный рабочий день. А когда и муж, и жена работают в одной структуре, они понимают, знают специфику этой деятельности. И поэтому я считаю, что абсолютное взаимопонимание – это гарантия крепкой, дружной, взаимопонимающей семьи. Ежегодно такие поздравления принимают десятки семей, которые служат в органах внутренних дел. Это и молодожены, и многодетные, и супруги со стажем. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Валерий Андреев, больше известный как Орский маньяк, объявлен в международный розыск. Возможно, сейчас он проживает под вымышленным именем и под фальшивым паспортом, полагают в Следственном комитете. Напомню, 64-летний Валерий Андреев на сегодняшний день один из самых опасных преступников России. Следователи подозревают, что он убил более ста человек. Силовики выяснили, что маршруты Андреева пролегали по автотрассам Оренбург-Челябинск и Самар-Оренбург, и именно в окрестностях этих дорог пропало большинство предполагаемых жертв маньяка. Следственное управление СКР по Самарской области призывает жителей региона сообщать любую известную информацию о месте нахождения маньяка на сегодняшний день. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самара ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова